Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 23 февраля По одному из календарей в этот период славяне отмечают День Дида По народному месяцу слову Прохор Весновей В этот день христиане чтят память монаха Печерского монастыря Прохора Лебедника Жил в середине 11-го, начале 12-го веков К концу февраля дни заметно удлиняются, а ночи на убыль идут Птицы все смелее голоса подают Солнце, перестав заплетни цепляться, поглядывает свысока из засевших сугробов Освесившиеся с крыш сосульки непрерывно рыдают Роняя холодные слезы по щеголю инью и молоцеватым румяным утренником Что и говорить, если на Прохора сама зима заохала Причувствуя скорые сборы в дальнюю дорогу И соскучившиеся по-настоящему теплу ребятишки В любом случае начинали на Прохора весну кликать Выпрашивая у матерей пышных, щедро пропитанных маслом блинов Которые так солнце красное напоминали В некоторых регионах Руси в этот день мужики в селах собирались на сход Выслушивали доклады старост, а потом решали Оставить старых или избрать новых Сельского старосту выбирали обычно на три года Но могли и досрочно отстранить от занимаемой должности Если он совершал серьезный проступок Например, тратил общественные деньги Всякий раз, когда на селе менялся староста Из сельских мужиков выбирались учетчики, ревизоры Которые проверяли правильность действий старосты Помимо последнего на селе каждый год выбирались раскладчики Которые распределяли между поселянами подати и повинности Исходя из благосостояния каждой семьи Также выбирался и десятник В чьи обязанности входило собирать сход Вызывать к старости крестьян для беседы Разносить повестки и так далее За делами серьезными не забывали и за погодой наблюдать А потому примечали Пришел Прохор, весна заглянула во двор С Прохора морозы слабеют Если 23 февраля и следующие 6 дней погода морозная То в марте будет тепло А по одному из календарей В этот период славяне отмечают День Дида День памяти предков по мужской линии Это день, когда каждый мужчина Может получить помощь и поддержку из мира Где обитают души наших предков Славяне верили, что наши деды Это наша защита и помощь сил Мощь которых многим из нас неведома Но неужели мы получаем эту помощь просто так? Потому что мы родились В этом мире ничего не происходит в одну сторону Дид – это образ, объединяющий всех предков по мужской линии Мы обращаемся к Диду, чтобы мысленно поздороваться со всеми мужчинами своего рода Славяне всегда знали то, о чем генетики начали говорить только в последние десятилетия Существует неистребимая связь между мужчиной и его сыном Генетики объясняют это так Мужчина передает своему сыну через Y-хромосому, отсутствующую у женщин Уникальный набор генетической памяти Это даже не гены, в которых записан цвет волос, рост и предрасположенности физического и психологического характера Это набор элементов, которые иначе, как истории рода, не назовешь Это наша родственная связь с предками Славяне всегда обращались к своим предкам, как к своим защитникам И первыми предками были те, которых сейчас называют славянскими богами Считалось, что человек в силу только своей принадлежности к своему роду Уже находится под покровительством его незримых сил И не было страшнее наказания, чем отлучение от рода Или самоличного разрыва духовной связи с ним Посчитав, что вы тот человек, который живет своей независимой жизнью Что вы никому не обязаны И у вас нет обязательств перед своим родом И вы не обязаны воспитывать своего сына правильно Передавая ему честь, достоинство, основы жизни, которыми обладали ваши предки Это беда, такой род обречен В этот древний славянский праздник вы можете восстановить утерянное Укрепить свою связь с предками и получить их покровительство Что же мужчины должны сделать в этот важный день? Получить покровительство нельзя просто так Необходимо с чистым сердцем и намерением Отдать частицу себя, своей души и духа Объединиться со своими предками Соберитесь всей семьей Или начните с малого, с себя Принесите бескровную требу своим дедам Вы можете сделать это на дедовском кургане или могиле Вы можете сделать это и дома Треба – это действие, которое включает в себя подношение кушния, например, каши И произнесение вслух искренней благодарности своим вышним родителям, дедам Не важно, что вы скажете, искренние слова не всегда гладко льются Главное – подтверждение с вашей стороны духовной связи между вами и тем родом Вершиной которого в настоящее время являетесь вы Только представьте, сколько мужчин не имели сыновей Или же погибли, не передав свою родовую связь Сколько генетических родовых линий прервалось без продолжения Связь с родом у многих сейчас тонка, на грани разрыва Потеря родовой памяти – это часть нашей нелегкой истории Общайтесь с теми, кто разделяет ваши мысли Читайте книги, которые погрузят вас в славянский мир наших далеких предков Изучайте наследие предков по крупицам И появится возможность возрождения родовой памяти И мир изменится в лучшую сторону Вот настоящий мужской праздник Встречайте его правильно Воинам Перуновым – слава! Многомудрым предкам нашим – слава! С праздником, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...